как служи как пастырь по роду своей деятельности приходится сделать несколько моментов это консультированные людей общаться с ними да и как многие из вас общаются каждый человек выливает наружу ли волны выливает то что происходит внутри и когда общаешься и понимаешь несколько вопросов что человек а или мы используем слова паразиты которые мы не имеем как бы не знаем значение вообще их один из примеров когда мы говорим такие слова это для меня принципиально важно или это принципиально недопустимо что мы имеем ввиду как принцип что это основа нашего воспитания или же каприз который у нас есть когда мы говорим ну в принципе нормально что мы имеем ввиду когда мы в принципе все нормально а то во что мы безупречно верим или просто манипулируем обстоятельствами для того чтобы сказать ну как бы в принципе нормально часто вот это общение меня привело к тому чтобы разобраться здесь хороший сегодня есть оружие или как бы при ситуации в мире где интернет помогает нам разобраться в некоторых словах знаете как бы искать уже все по-украински сходи по-польски да так голове пока прилетел случилось мне так чтобы узнать это знаете вы есть такие рекламки откуда происходит русский мат да вот как бы не хочется слушать пастор и сушу ругается слава богу что было такое пипи тащите было нормально и вот их просто откуда все происходит до таких слов оказывается что через латынь через через слова которые в шумерах взятые или шумерский язык кто-то знает эта история древняя история так что все это сложно да вот но все-таки а когда идет фраза но в принципе я согласен но для меня дать и вот задает вопрос что это значит в принципе я залез в энциклопедию в интернет да не всякому не всякому интернету ведь верьте как и испытываете каждый интернет как написано в духа не каждому духу верьте уже в дух в интернете есть дух дух обольщения такой небольшой что что говорит вам ноги верят и пропаганда работает а вот не не всякому интернету верьте я вам скажу что происходит в интернете да вот слово принцип латинское слово принципом это первоначальная основа когда мы говорим в принципе человек имеет ввиду вернуться к основам к тому основополагающему состоянию это исходное положение не требующие доказательств положения идилити теории не требует это то же самое что и аксиома аксиома то есть принцип это то что и аксиома утвержденное когда мы говорим вернуться или как бы это ну в принципе или там мой принцип жизни это внутреннее убеждение из не измененная позиция или правила поведения максима и знаете чем это слово связано с заповедью когда я увидел что слово принцип связан с заповедью мне это заинтересовало потому что принцип синоним к слову закон к слову заповеди к слову когда говорится о законе моисея когда каждый из нас говори ну в принципе я согласен мы должны понять с каким принципами я согласен с какими принципами мы настолько не знаем вот самих слов что говорим о то что не думаю что думают они говорим да и вот если вы позволите я буду говорить о 10 заповедях если мы говорим о принципах которые мы живем и мы выражаем это мой принцип или я по этим принципам не работали ну в принципе я согласен тогда нужны десять заповедей перевести не заповеди как бы божье что мы можем делать и что нельзя а принципы жизни из которых вытекают взаимоотношения наши с богом и наши с людьми эти основы принципы исход 34 глава 28 стих и пробыл там моисей у господа 40 дней и 40 ночей хлеба не ел воды не пил и написал моисе на скрижале слова завета и вот здесь первый раз мы видим слова кто называется десять заповедей либо десяти слове я начинается да давайте сделаем так простые вещи когда давался завет ли закон божий это было не просто постановление что я могу делать и что я не могу делать наверно это было больше это когда бог хотел сделать взаимоотношения настроить нас на и взаимоотношения то есть те принципы основы на которых каждый из нас может расти в отношениях с богом если вы позволите то я назову не си заповеди а 10 принципов наших взаимоотношения с богом первый принцип принцип нашей жизни который мы на самом деле морально не можем отойти первый принцип нашей жизни которую мы не можем отвергнуть мы не можем пойти на компромисс этим принципом этот принцип приоритета нашего с вами приоритета мы к мы каждый раз синагоги каждый раз в молитве не как каждый раз когда делать идет шахарит мутренняя молитва или же вечерняя молитва есть одно одна фраза или одна молитва которая все мы ее знаем шма израэль адонай лохейну адонай хад первая заповедь это становится принципом для нашей жизни этот принцип называется приоритет наши с вами приоритета это что мы исповедуем своими устами описание говорит ибо от слов своих отправдаешься и от слов своих осудишься это что мы исповедуем у меня к вам вопрос мы в это верим когда мы говорим шма когда мы говорим слушай израиль слушай я и ты господь бог бог один есть в чем это это провозглашение просто сказать что он есть или же на наоборот слова которые у нас от этих слов которые мы говорим жизнь или смерть отношений бог хочет чтобы мы понимали что первые 10 заповедь которые были даны народу божьему является принципами с которыми на самом деле мы должны жить принимать участвовать и когда мы говорим я живу по принципам означает каким каким принципом мы идем 10 заповедей является первыми этими принципами и в здесь это принцип говорится о приоритетах и как первая заповедь она нас учат о том что это приоритет должен быть нашим выбором наши с вами исход 20 глава 30 стих да не будет у тебя других богов перед людьми перед лицем моим исход 23 глава 13 стих соблюдай все что я сказал вам и имея и и имя других богов не упоминайте дабы не слышится они они не слышится они из уст ваших да не будет у тебя других богов перед лицем моим приоритеты эти приоритеты очень важны приоритет отношений что у нас есть как верующих людей в бог ревнитель и его цель иметь взаимоотношения с каждым из нас как мы говорили вот сестра выходила майя да ведь внутри я понимала что мне нужно изменить свою жизнь и один только всего лишь трактат или молитвы никогда помог ей осознать изменить свою жизнь что есть тот кто за ней печется что если мы отдаем приоритет и ставим приоритет правильно у нас в жизни много что может измениться взаимоотношения начинается в завете обещание богом данные в этом случае с авраамом и вы исполняющий через исход моисеи приводит нас к пасхе вешуа миссии здесь не просто были данные 10 заповедей здесь данные отношения бог хочет сказать я люблю тебя настолько что хочу тебе дать заповедь то есть тебе принципы с которым ты будешь жить и будешь жить хорошо этот принцип очень важен этот принцип который большинство людей путают с найти вот с таким чувством что закон он жесткий он хотя и путеводили к христу к миссии да но он не нужен нам многие люди говорят о да старый завет старый закон мы не по закону живем мы свободны от закона и тому подобное то подобное что типа мессианские общины сильно законопослушны я вам скажу да нам нужно быть законопослушны в первую очередь стороны где мы живем до чтобы не быть наказаны и правил дорожного движения и второе это быть с богом хороших отношениях большинство людей воспринимает сенатский завет как правило дорожного движения где бог как представитель дорожной полиции спрятался в кустах с радаром вы поймете да вот так воспринимают многие люди заку и дети заповеди что этот бог который вы что мы нельзя сделать нарушать закон нельзя на типа скорость движения на этом участке всего лишь 20 километров в час он где-то спрятался за кустом и ждет когда ты нарушишь многие люди конечно же осмотрят надо закон что да можно делать и что нельзя но для меня я вам честно сказать это не закон что можно нельзя это это правило или же искать не правило этот принципы которые заставляют меня искать с ним отношения что приближают меня к нему что делают возможным мне с ним общаться как с отцом и это нужно для нас понимать но если вы говорим о принципах если вы воспринимаете бога как как гаишника который спрятался в кустах имейте право вы можете смотреть на бога полицейского который с палочкой ходит и каждый раз ищет к чему к вам придраться буквально еще до недавнего прошлого у нас невозможно было проехать по улице чтобы вас гаи при старой власти не остановила правда да такое придирались а если вы честно скажу так если вы находитесь в польше к вам не придирается до тех пор пока вы не нарушаете да даже если вы пили перешли дорогу не в том месте вас фотографируют и вам пришлют домой фотографию с большим как сказать запросом за штрафом на всю оставшуюся жизнь что ты правильно переходил дорогу вы понимаете да но в случае если вы считаете что богом полицейские с радарами палочка тогда я вам скажу что происходит таких случаях я вам дам несколько примеров и собственной жизни много лет назад когда еще это вот вы так все было не так как сейчас у меня был друг который очень дружил с политиками в киеве и вот однажды мне говорит валитин нужно срочно повезти 1 1 из прокуроров одессы в киев а честно говорю в то время у меня был такой старенький но в сторону шарики 190 mercedes красного цвета перекрашен такого все и так ну красиво спортивный двигатель все остальное и быть надо ехать и вы хорошо быстро надо ехать и ру как быстро так шуту можно все нам нужно за два часа успеть вы как же два часа вы там встречи вот как-то на банковской этого ничего себе мы мы едем до ехали честно вот я честно говоря уже и каясь перед всеми там зрителями которые что ехали больше 200 километров час на этом мерседесе и я помню как мы едем а прокурор сидит рядышком и тут выбегает гаишник с палочкой извините я просто он открывает окно как сказать прокурор из нас самым красивым русским языком показывая корочку и говорит и про мне говорит не останавливайся это первый случай да как если мы считаем что бога как как по полицейски ты не обращаешь него ты ты горд ты знаешь кто такой и не обращаясь на бога на все его правила каких отношений да кто он такой да это и это называется превознесенный человек который не стыда не имеет ни бога не боится не у людей не стыдится да второй момент такой это бы я как рон кента рассказывали помните рассказывал на на ретрите когда он приехал сюда привез машину на американских номерах а впереди номера нету только сзади и каждый раз его мили милиция останавливая а он не понимает по-русски ничего и научился говорить такие вещи знаете я вместо чтобы искать я не понимаю где они понедельник а по полицейский в ответ это я не пятница тоже его ничего не понимает он понял что его раз это не ли второй раз юра помогал ему возвращать документы и в следующий момент рон дело так видел полицейского мы имели милиционера да и поворачивал голу кого доска это разговаривает проезжает мимо тоже такое состояние когда ты чувствуешь что бог является таким полицейским ты отворачиваю свое лицо и вот этого не замечаешь своих в делах у тебя может быть и все порядке отворачивать от него чтобы хуже не было третий момент такой это моя история когда 97 году мы посещали поехали к маме и у нас была машина едем обратно тоже с американскими номерами тогда еще непонятно что происходило украине мы едем на навстречу мигают фарами до но они сначала сначала я и увидел полицейского спокойно проехал и этим моргаю они мне моргают и тут вы проехали и тут были выбегает лейтенант останавливает такой и с украинским таким акцентом как бы и вспоминал и маму и всех остальных и говорит моргаете а я а я вот на тех вот понимаю что если как-то это что-то не сделать то вляпишь а куда-то а я в по-английски говорить со мной по-английски или да будто бы я у меня по украинской я такой с улыбкой такой хороший и по-английски давай туда моргает я ему по-английски в руки подать и под точно моргает так они моргали мне обратно я такой думаю они приветствуют меня а он говорит туда следующая фраза такая чтобы к нам ехать нужно учить типа язык и таким матом на детки а я с улыбаюсь и такой их на игнор такой полный и куда я ничего не понимаю так бывает тоже если ты думаешь о бог он твой полицейский ты моргаешь ему все поевать ничего не понимаю в этой библии абсолютно ничего не понимаю такой полный но его говорят не прелюбодейству не крадись и не понимаю что-то такие слова какие-то страны там написаны да вот куда не до меня написано вот это еще один такой пример 4 пример это который мы ехали в киев и по трассе киевская трасса ты понимаешь что там есть свои участки которые знают там полицейские состоят и чтобы не нарушать я у меня машина была на авто автобилотом я четко поставил 110 километров в час который позволяет ехать потому что чуть больше но можно я я точно поставил и еду уже подъезжая к ум они выбегают раз не останавливает вы нарушили и вот вот заклинил этот самый радар я говорю у меня на автопилоте все нормально вы давайте документы я ры зачем ну типа и и на напрашивается на тот самый на на взятку знаете так я ему отдал документы он сидит там говорит идите ко мне как чё должен к вам идти я сижу жду я знаю что я прав знаете прав мы ждали полчаса или даже больше просто принципиально потому что ты знаешь что ты прав закон не нарушил он говорит ну что делать документами руках оформляйте протокол делать еще нужно отсылать его американское посольство я их заберу он и так он и всяк полчаса в том пришел кинул мне ведь едьте это тоже можно какое отношение иметь с богом да когда чутка прав ты прав ты понимаешь что не нарушил и у нас такие отношения добывают ничего такого не сделал а почему меня в жизни так получается что у меня остановили на полчаса а мне нужно было дела делать и последнее какое отношение может быть и когда мы иногда нарушаем да ты спешишь ты нарушаешь конкретно он выбегает тебя останавливает и ты понял что ты нарушил но все те правильное отношение саму закону к самим правилам ты говоришь точно нарушил у меня начинает почитывать это вот это это произошло честно не прав что я должен что я должен тут вами две вещи ты же чаще всего есть отношение к самому полицейскому так что он тебя ставил на водном машине потому что как я воспринимаю так и ты начинаешь реагировать мужчина это знает многие женщины которые за рулем тоже а вот здесь получается так ты понимаешь что ты сделал ошибку ты осознаешь что ты сделал ошибку ты готов на платить цену который за эту ошибку и даже если ты платишь цену ты радуешься потому что немного ты можешь могло быть хуже а больше радуется когда тебе он говорит ну шо ж так следующий раз не делайте чаще и чаще всего у меня получалось так я спешала спешу тогда до собрания особенно да ты едешь он тебя остановит игру на собрание еду я же рыба какой рыба ему вытаску кипу раз он все ясно да все ясно все можно ехать то есть и здесь момент такой если мы с богом в таких отношениях если мы думаем что бог как 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 полицейский засевший в кустах с радаром много ошибаемся но на самом деле сход 1 20 глава с 1 по 30 стиху вот как начинается взаимоотношения и зрел бог моисею слова сии говоря я господь бог твой который вывел тебя из земли египетской из дома родства он говорит подожди мое отношение с тобой начать из-за того что я тебя вывел для себя ношу поговорить с тобой иметь отношения и подога да не будет у тебя других богов перед лицем моим бог говорит поставьте приоритеты я приоритет свой сделал я тебя вывел из дома рабства и вишу о миссии освободил тебя от греха сделай приоритет своей жизни потому что я тебя вывел это хочу сказать твой мой выбор на самом деле это наши отношения наш выбор он тут у нас освободил то кто нас даст нам будущее то кто знает нас он дает нам этот выбор вывод приоритетов израиль из его опыта отношения дает нам пример этих отношений но я хочу больше сказать отношения с богом приоритетов зависит от каждого из нас насколько глубоко мы хотим в этих приоритетах оставаться насколько мы хотим погрузиться в эти отношения смотрите что происходит дальше 20 глава вас с 18 было зато стих я буду читать просто а момент который после 10 заповедей боисей дает 10 заповедей с 3 по 17 стих мы к этому будет в губу возвращаться но дальше 18 20 стиха что вы на самом деле послушали что дальше происходит весь народ видел гром и пламя и звук трубный игру дышащую и увидел то весь народ отступил стал вдали и сказали моисею говорят говорит и с ним а вы видите искал моисею говорит и с ними и мы будем слышать о с нами а слушать чтобы не говорил с нами бог дабы нам не умереть и сказал моисе народа не бойтесь бог к вам то есть пришел чтобы испытать вас чтобы страх его был перед лицем вашим дабы вы не грешили и стоял весь народ дали а моисей вступил мрак где бог что происходит здесь очень интересно очень важно под пониманием в страха божия то есть величие бога что что происходит друг народ испугался всего лишь того что они видят то кто может делать много больше то кто сотворил всю вселенную до тот одним словом сотворил небо землю и все творение которое мы вдруг он проявляется в ми может мини зерва нам состояние просто гром молния гром или звуки и народ отступает он отступает чтобы и не не говорить с богом и делают одного человека парламентариям делегатом от парламентариев они высылают мою мощь у моисеевича где делегатом к богу от всего народа типа поговорить и не поговорить а мы тебя будем слушать мои все начинают уговаривать друзья вы не понялись сама принципа 10 заповедей бог да эти заповеди для того чтобы иметь отношение он говорит чтобы вы не грешили он дает это все чтобы вы не грешили 10 заповеди того чтобы ты из можно не не может делать а чтобы иметь отношение чтобы вы не грешили по то и интересно что новый завет утверждает эту позицию новом завете 1 и она 5 глава стих и мы знаем что всякий рожденный от бога не грешит но рожденный от бога хранить себя и лукавый не прикасается к нему новый завет утверждает то что говорил моисей народу вы понимаете да что приоритет там становится бог и угад выбери приоритет что происходит дальше но стоял весь народ вдали а моисей вступил во мрак выбор моисея и на многих из нас должен быть тот кто то что сделал моисей народ отступил от взаимоотношений то есть не захотел на такую глубину зайти а моисей выбирает пойти за на взаимоотношения с богом что он ставит приоритеты выше и идет к богу не того чтобы оттуда выносить два слова пипи папа а перевод такой такой-то он идет потому что он хотел знать бога видеть бога чувствовать бога и это становится должно быть нашим решением какое наше с вами решение большинство верующих ждут откровения от от пасыря от служителей от лидеров церквях если вы посмотрите по церквям каждый почему-то в человеку особенно прихожане члены церкви общины они ожидают от пастора откровения да а почему нет ну нет так нет до ожидания и начинается давайте мы возьмем пост и молитву за пастора чтобы у него было новое откровение аллилуйя правильно что он со старым неплохо не хватает новое откровение пост мы я не против чтобы забы молились за меня или если вы нас гостях за другие пасторов и тогда что не получали откровения отношения знаете но это похоже на ту ситуацию которая происходит в исходе вот эта глава мы постоим здесь ты пойди пасы попасти 40 дней тебе тебе-то надо ну как бы не тебе надо нам надо что ты попастился нам нужно свежие откровения тебя свежие дать и даже ты попастись тупо поговорить богом что ты бог тебе скажет и потолка ты придешь мы будем слушать да ну подождите что изменилось что изменилось того времени и в это время мы говорим что ветхий завет это плохо это закон это все уже просто иисуса христов все новое так что новое следы ожидать и то же самое то же самое 20 главе иди маша туда и принеси нам что-то чтоб мы слышали и если мы уразумимся то мы поймем и примем вы понимаете что здесь на самом деле приоритет бог говорит из приоритета фактически бог позвал весь народ вы поймите что все весь народ и мои синие выбирал это не было привилегия моисе секундочку вот линия видите не переступать и я пошел сам чтобы на вас проманипулировать вами а он хотел чтобы весь народ был народом священников слышали бога и откровение получали исследовали поэтому закон божий он был дан то есть приоритет который бог ставит для каждого из нас отношения основы и первым принципом первый принцип это твой приоритет где и какая часть своей жизни занята богом причина в этом очень проста многие люди на самом деле ленивы каждый из нас имеет чувство лени немножко полежать немножко поспать вы как его тяжело работал на 7 километр далеко привоз очень вонючий надо немножко отдохнуть чтобы не было плохо друзья на самом деле есть привет причины почему многие люди отсылается и постаром на ретриты всевозможные на молитвы за них молятся и чтобы они получали откровения свежие все приноси за замутили что-то здесь или там но чтобы это было по одной причине у них приоритеты не в том месте потому что чтобы иметь откровение нужно иметь общение а чтобы иметь общение нужно знать писание поэтому мы не хотим не читать писание что получить откровение не идти в пост и молитву чтобы это чтобы иметь свою собственный свою жизнь приоритета поставить с богом мы не хотим и брата себя ответствует послужение потому что делаем, как Израиль с Моисеем, иди, иди, закройся в офисе, пока не получишь откровения, не выходи, иди в глубину, плод всегда должна умереть, причина страха людей, по-своему деле, страдать плотью, смотрите, что дальше там написано, они говорят такие слова, которые очень, наверное, страшны для многих из нас, чтобы не говорил с нами Бог, дабы не умереть, плоть всегда должна умирать, почему, потому что Писание говорит, что страдающей плотью, что? А мы же не хотим, пасырь, помолитесь, так тяжело преодолевать трудности, такие у меня привычки, там еще проблемы с порнографией, или там еще с каким-то алкоголем, что-то еще, надо помолитесь, у вас там же как бы сила от Бога, друзья, приоритеты, Бог говорит, ты хочешь отношения, не пасырь тебя освобождает, не группа поддержки тебя освобождает, освобождает тебя Бог, а чтобы освободиться, нужно идти к Богу, который говорит, я твой исцелитель, я твой спаситель, услышь это, прими в сердце, кто я, что, но люди говорят, чтобы не с нами Бог говорил, не умереть, плод всегда должна умирать, и я понимаю это, плод стоит между нами и нашим призванием, между Божьим приоритетом и мирскими желаниями, стоит всегда плоть, поэтому и ожидается, что пасырь, пусть лучше, он страдает плотью, а мы, не, ну мы же хороши, мы же там помолимся духом и все остальное, призыл был не только к Моише, к Моше, ко всему народу, но если отсутствие вот приоритетов случается у человека, тогда у нас особо большие проблемы, мы перестаем слышать Бога, если мы говорим об отношениях, о глубоких отношениях, тогда это наш личный выбор, выбор следовать за них, знаете, что интересно, что 102 Псалом говорит интересную вещь, которая связана вот с тем, что я говорю, 7 стих, он показал пути свои Моисею сынам Израилем дела свои, похоже на, немножко на современную общину или церковь, потому что мы знаем и мы слышим, что Бог делает чудеса, знамения, мы слышим свидетельство людей, которые свидетельствуют о том, что Бог сделал, другими словами, Бог Израилю показал дела свои, но из-за того, что неправильные приоритеты, они не знали путей его, понимаете, о чем я говорю? Важность отношений иметь путь, другими словами, когда молодые папы, я замечаю их, они гуляют со своими детьми, а вы, папы, гуляете с детьми своими? Пап нету, да? А два человека, два папы, три папы, четыре папы, а остальные, Саша, ты гуляешь со своими детьми? Уже нет, они сами гуляют по себе, ну взрослые, да, ну понятно, а те, кто с маленькими детьми? Кто из вас гуляет с детьми? О, ну-ка, уже больше стало, уже сказал маленький, значит, уже гуляет больше, да? Если не маленький, уже говорится, иди гуляй. На самом деле, мамы, вы гуляете со своими детьми? Да. Мамы, точно, да. А кто гуляет? Не папа, я гуляю. Смотрите, если вы посмотрите на мам или родителей, которые гуляют со своими детьми, весь фокус у них о детях. Они с ними общаются, они им говорят, они показывают им образ жизни. При всем этом, ну как бы не без того, чтобы где-то позвонить, где-то решить вопрос, даже переходишь через дорогу, когда бабушка, ей нужна помощь, ты берешь за ручку своего ребенка, бабушку в другую сторону, и ты ведешь. Ты делаешь и работу, и служишь. Понимаете, да? То есть ты ведешь своего ребенка, и вот здесь как раз этот момент, что свои пути показал Моисею, потому что Моисей решил войти в глубину, там, где Бог, иметь отношение с ним и паралитеты поставить правильно. Отношение, обучение, пути. Настав юношу в начале пути его, и он что? Не уйдет от него, не отойдет. А вот здесь следующее, мы хотим видеть чудеса, знамения. Друзья, честно, мы их увидим. Мы их увидим. Вопрос, будут ли у нас пути правильные. И неверующие люди видят чудеса. И они переживают какие-то вещи. И говорят, со мной произошло какое-то непонятное чудо какое-то произошло. Да? А вот пути Божьи. Я говорю о путях, которые нас сегодня взбадривают. Сильная сторона Нового Завета в том, что Новый Завет утверждает принципы Танаха, Ветхого Завета. И делает нас сильными, уверены в нашем жизненном пути. Не только Ветхий Завет, но и Новый Завет делает нас сильными, чтобы мы совершали свой путь. И Рав Шаул делает сравнение римского воина не случайно. Причем мы понимаем, что он сопоставляет в еврейском обществе, сопоставляет врага еврейского народа, да, как римляне. Чтобы показать всю мощь и силу. Специально, чтобы то, что Ишуа говорит. Молите за врагов ваших, да. Если вас попросят один путь идти, иди два пути, то примирись с своим соперником. Другими словами, Рав Шаул, понимая всю силу армии, римской армии всей империи, он делает сравнение специально, чтобы видеть форму, и в этой форме, которая одежда, да, всеоружие, увидеть силу и опору. Я скажу почему. Небо Божие или Царство Божие здесь на земле, оно все равно усилием берется. Прилагающее усилие восхищает его. И здесь приоритетом стоит именно наше отношение с Богом. Принцип номер один. Прилагающее усилие восхищает Царство Небесное. И Рав Шаул здесь делает такую часть. Говорит, если бы в себя оденем все оружие Божие, чтобы мы получили награду, которая ждет нас на небесах. Об этом мы говорили, помните, в прошлой субботу о Царстве Небесном, или же в небесах. Посмотрите, 6 Коринфянам, глава, я с 10 почитаю по 20. Вы все знаете, это очень хорошее место Писания, потому что, когда мы говорим, чтобы христиане или верующие были снаряжены для дела Божьего, мы читаем это место. Наконец, братья мои, крепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против казни дьявольской. Потому что наше брание против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, века сего против духов злобы поднебесной. Для сего примените всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припаявшись числа вашей истинною, и облекитесь броню праведности. Обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, который возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. Старайтесь во всяком постоянстве и молении о всех святых». Поэтому я благодарен, что вы все молитесь за всех святых. «И обо мне, дабы мне дано было Слово, устами моими открыть с дерзновением, возвещать тайну благовестия, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Перечисление этих разных вещей, которые нам помогают сделать следующее. Это связано очень сильно с тем, о чем я говорю, о принципе. Знаете, что я увидел? В одном из слов «принцип» есть еще одна интерпретация. Каждый из нас видит себя в армии Божьей. То есть мы являемся тем, кто стоим в этом колоссальном, можно сказать, поле битвы. Да, вот мы сражаемся. И здесь следующее. Павел сравнивает нас, фактически, с римским воином. Для чего? «Принцип» – имя тяжело вооруженного воина Древнего Рима. Такие воины обычно располагались в первых, редко во вторых рядах Римского легиона. Отсюда и название. «Имели доспехи, щиты, были вооружены копьями, мечами». «Принцип» – оборудительный пояс Римского легиона, прорвать который было сложно и опасно. Видимо, отсюда могла пойти известная поговорка «пойти на принцип». Пойти на принцип. Мы с вами в строю. Мы призваны оставаться в принципе, в принципах Царства Небесного. Так что, друзья, вооружитесь одной мыслью. Какие ваши принципы? Какие ваши принципы? Какие ваши 10 заповедей? Где приоритет? В чем они состоят? И давайте не идти на принцип, а выполнять их. Принципы, которые нам заложены Богом. Мое послание еще очень может быть простое. Но хочу показать, что 10 заповедей – это любовное письмо к вам и ко мне. Которое Бог приглашает и говорит, давай пообщаемся. Давай поговорим. Давай посидим. Я не хочу, чтобы ты грешил. Я хочу помочь тебе. Если ты согрешишь, то Новый Завет говорит, праведник, он упадет. Сколько раз? Считайте. Каждый раз, когда ты падаешь, он имеет милость поднять тебя. По одной причине у него есть принцип, который он дал нам. Первый принцип. Шма Израэль Адонай Лохейну Адонай Хат. Слушай, народ Божий, слушай Израэль. Господь Бог, Бог один есть. Да не будет других богов перед лицем твоим. Этот принцип номер один и самый важный. Сделайте ваши приоритеты. Спасибо.